Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы вспомним библейскую историю, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Я предлагаю в самом начале пригласить Бога в эту студию и в наши сердца и разум. Помолимся. Отец наш, Господь наш и Бог, еще одна возможность сегодня есть свидетельствовать о Твоей любви. Еще одна возможность есть свидетельствовать о том, что Ты слышишь молитвы людские. Мы так Тебе признательны, Господь, за то, что Ты Бог любящий, за то, что Ты наш Отец, который не оставляет нас никогда. Мы часто недостойны Твоего внимания. Но Ты, Господь, обнимаешь нас каждый раз, когда мы попадаем в какие-то ситуации и когда мы обращаемся к Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, благословил этот эфир, благословил сердца и наших зрителей. И благослови, пожалуйста, чтобы все было в этой студии сказано для славы и только Твоей славы, любящего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете это сделать прямо сейчас, написав нам внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и обязательно передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и эта передача, этот эфир станет благословением для всех нас. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей сегодняшней передачи Александра Гамза. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Большое спасибо, что вы согласились еще раз прийти к нам на передачу и поделиться своим опытом. Те, кто постоянно смотрят нашу передачу, наверняка зрители помнят, что вы родом из Украины. Это город Житомир, насколько я помню. И вы сказали, что Бога вы узнали через вашу жену, благодаря вашей жене, которая уверовала. И что интересно, я был поражен, когда вы тогда рассказывали, что ваша жена, будучи атеисткой, писала дипломную работу. И для того, чтобы написать достойную дипломную работу, она стала приходить посещать просто баптистскую церковь. А в конце уверовала и поделилась этой верой с вами. Вообще удивительный опыт. И вы тогда рассказали, ваша первая молитва была в гараже. Ну да. В состоянии не столь хорошем. То есть в опьяненном состоянии, насколько я помню, вы сказали так. Господи, если ты есть, измени мою жизнь. Так было? Да. Именно так. И что потом, на следующий день вы говорите? На следующий день Пасха, и мы пошли все вместе в молитвенный дом. И не хотелось ни курить, ни похмеляться, ничего. С тех пор, как отрезало. Да, по сегодняшний день, слава Богу. Слава Богу, это удивительный случай, вот удивительная история. И, дорогие друзья, если вы не видели этот эфир, поищите, пожалуйста, наш эфир с Александром Гамза. Первый наш, нашу первую встречу. Вы получите, ну, просто удивительный опыт узнаете и получите вдохновение от Господа. Ну, скажите, Александр, мне вот интересно, как вы считаете, бывают ли молитвы неотвеченные? Я уверен в том, что нету таких молитв. И не может быть, потому что Бог слышит, и Он всегда принимает участие в жизни детей своих. Точно так, как и любой отец и мать в своей семье, они принимают непосредственное участие, так и Бог. Ну, отец и мама, как правило, что-то говорят. А иногда Бог молчит. Значит ли это, что Он не отвечает? Ну, иногда и мы попадаем в такую ситуацию, что лучше промолчать, успокоить ребенка. И дать возможность подумать ему, да? И дать, да. Но еще также мы должны понять, что нет, это тоже ответ. Поэтому Бог не молчит. Да. Хорошо, спасибо большое. Ну, а какой молитвенный опыт вы приготовили на сегодняшнюю нашу программу? Ну, я хочу сегодня поделиться тем, как и от Баптистской церкви я попал в Адвентистскую церковь. Какой это был путь и что я на этом пути пережил. Ага, хорошо. И поэтому хочу начать свой рассказ с того, что когда я стал верующим, мне мой старый товарищ, еврей, предложил работу в ортодоксальной синагоге, возить главного раввина Житомира. Я подумал и согласился пойти, потому что я работал в такси, потому что уже нигде никто не хотел брать таких старых людей на хорошие работы в нас в то время. И я пошел. И когда я встретился с этим раввином, это молодой такой был парень. Он женат, у него было тогда на тот момент двое детей. И я его сразу предупредил, что давай договоримся так. На субботу я свободен, в воскресенье я работать не буду. Я буду работать на Новый год, на 7 октября, на праздники. На все праздники государственные, да? Да, 8 марта и тому подобное. Но Рождество, Пасха, воскресенье я работать не буду. А он что сказал? Говорит, хорошо, давай будем работать. И вот мы начали работать. И в процессе работы я увидел то, что евреи, они совсем не так веруют, как мы. Ну да. Но Бог еврейский, будем так говорить. И баптисты верят в Бога еврейского. Однозначно. Поэтому я стал задавать вопросы Всевышнему. Почему так? И в самом начале, точнее, когда я начал читать Слово Божье, когда я начал читать, я увидел, что в Новом Завете нигде не упоминается воскресенье, как святой день отделенный. И я спросил тогда у своего пресс-фитера, молодой парень с образованием, семинарии. И я его спросил, почему так? Он сказал, так это же самый простой, элементарный вопрос. Потому что Иисус воскрес в воскресенье, и мы этот день святим, потому что это знаменательная дата такая. И это для меня было сильнейшим аргументом. Я об этом забыл. Я принял это, и все. Но когда я начал работать с евреями, я с ними проработал 14 лет, и я увидел, что Бог-то один, и Бог их, и им верено Слово, и они его принесли к нам, от них мы уверовали. И я подумал, что-то надо вопрошать к Богу. И вы стали молиться, да? Ну да, я стал просить, чтобы Он открыл мне истину, как это понять. Потому что евреи не принимают Христа. Я работал с ортодоксальными евреями движения Хаббат. Они вообще очень нехорошо относятся к Иисусу. И поэтому я стал читать все книги еврейские, которые были в синагоге, потому что у евреев очень большая библиотека и очень много книг. Их называют народ книги. Вот, и я начал читать историю, много перечитал и понял, что что-то не так. И когда я начал углубляться в изучение слова, я стал пользоваться дополнительной информацией, исторической, культурной, традиционной. Комментарии смотреть, да? Ну да. И потом же же интернет. И я однажды наткнулся, так скажу, на Александра Болотникова. И когда я его услышал, я вообще понял, что я абсолютно ничего не знаю о Боге, о вере, о слове. Потому что философия Библии, она отличается от той, в которой мы воспитаны и выросли. У нас греческое мышление, а еврейское мышление, оно отличается. Отличается, да. И поэтому, особенно апостол Павел, особенно апостол Павел, понять апостола Павла без всех вот этих дополнительных знаний просто невозможно, потому что на сегодняшний день мы имеем вот эти проблемы во всем протестантизме, что от того, что неправильно понимают Павла. Хотя сам Иисус сказал о Павле, что это мой возлюбленный сосуд. Который он избрал и которого он остановил на пути в Дамаск. Однозначно, да. И он среди всех учеников он был самый образованный. Он обучался у ног Гамалиила. Это, ну, если сегодня взять по нашим таким понятиям, это, скажем, академия. То есть, в академию не берут простачков, а берут уже людей, у которых есть основательное образование, и это высшая школа. Вот как при коммунизме была высшая партийная школа, вот приблизительно апостол Павел поступил в такую школу и обучал его сам Гамалия. И вот смотрите, вы у вас тогда, вы говорите, вот один Бог, да, и вот вы узнали, у вас много информации появилась, вы еще и Болотникова послушали. Что вы почувствовали тогда? Вы стали молиться, о чем Богу стали молиться? Об истине. Чтобы, что мне делать? Одни говорят, вот это истина, другая говорят, у нас истина, и что вы чувствовали, смятение какое-то, или что было? Да. Было ли смятение? В том-то дело, что ни злобы, ни смятения, ничего не было, просто было огромное желание узнать, ну как оно на самом деле есть, истина, где находится истина, потому что, ну вот скажем, у нас в церкви говорили, что мы, наше движение баптистское самое ближе находится к Писанию. И когда я начал изучать Писание, то очень много чего не совпадало с Писанием. Много вопросов у вас появилось, да? Да, много вопросов, но получил на них тоже очень конкретный и основательный ответ. Да, что у Бога есть два народа. Израиль, иудеи, и язычники. Для одних один стандарт, а для других другой. и даже многие пастыря говорили, что ты прицепился к этим евреям, придет Бог и будет разбираться со своим народом. Но, Библия говорит, что в Иисусе Христе Бог примирил. Нет, не еврея, не язычник. А есть один, единственный народ. И как так может быть? В двух стандартах один народ. Такого быть не может. И поэтому я стал разбираться и более, более углубляться в истину, в Писание. И много мне в этом помогли учителя. такие вот, как Александр Болотников, Виталий Олейник. И есть еще такой пастырь в Киеве Александр Абревко. А в самом начале я еще слушал мессианских евреев из Израиля. Мазин, я забыл, как его зовут. И много, много, много чего я начал понимать, что все не так однозначно. И какое вы принимаете решение? Углубляться в истину. Так. И когда я увидел, что суббота это памятник творения. Что это то, что невозможно изменить. Если ты отказываешься от этого памятника, значит у тебя появляется другая творец. Абсолютно. Потому что суббота это фундамент творения. А если еще вот так просто сказать в эфир, многие люди сразу не поймут, что суббота это венец Божьего творения. Не человек, а суббота. Понимаете? Но это не так просто понятно. Потому что даже пословица говорит лиха беда начало, а конец делу венец. И поэтому Бог благословил время. И это к этому надо прийти. Но об этом не говорят в протестантских церквях. Не говорят. Этот вопрос абсолютно как бы снивелирован в церкви. Основной акцент идет на любовь, на чувства. Вот там был алкоголик, а услышал про Христа и изменился. и вот эта чувственная часть, она конечно захватывает человека. Но истина она немножко в другом формате. Но вы стали молиться. Я понял. Вы стали молиться о том, чтобы Господь вам открыл истину. Вот вам истина открыта. Что дальше? Что дальше вы делаете? А дальше то, что было в самом начале. как только я стал верующим, я в первую очередь пошел к своему другу и сказал, что надо покаяться. Он говорит, короче, обозвал меня и сказал, то есть желание поделиться, потому что такова природа Слова Божьего. Когда ты ее принимаешь, то она в тебе не остается. Она имеет такое свойство делиться. И с кем стали делиться? Ну естественно с близкими, с женой, с детьми. Ну ноль по фазе. Потом я начал говорить с пастырями, потому что пастыри они руководители церкви. Вы молились перед тем, как идти к пастырам. Конечно, а как же. И вообще молитва, апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. И я себе подумал, как это может быть непрестанно. И потом я понял, что непрестанно молиться, это постоянно иметь Бога в мыслях своих, Его Слово. И с Ним говорить. Ну да. Самое простое. Идешь, оступился и не подвернул ногу. Это не ты молодец, это Бог тебе подставил свое плечо. Господи. Да. Спасибо Боже. И пошел дальше. И пошел дальше. И когда ты живешь вот в этой атмосфере, то все, что происходит в жизни, ты относишь насчет Бога, потому что Он тебя держит в своей руке. И если ты это понимаешь, то и состояние молитвенное твое находится вот в этом разрезе. Что бы ни случилось, все от Господа. И написано также, что любящим Его все содействует ко благу. И я убедился в том, что Бог делает в жизни моей то, о чем я даже не помышлял и не мог просить Его об этом. Но вы были в молитвенном этом духе. И вот в этом молитвенном духе вы пошли к пасторам в церковь. Ну конечно. И вы поделились своими размышлениями, изысканиями библейскими. Ну да. И каков был результат? Ну я договорился до того, что один из руководителей сказал, что ты лезешь ко мне со своей Библией. Понимаете? Потому что я думаю, что для этого должно быть желание. Желание и готовность. Я считаю еще готовность. Готовность и самое главное вот книга Откровения. Эта книга закрыта для большинства людей. А вот здесь я впервые начал читать после четвертой главы книгу Откровения и начал ее понимать. И там очень серьезные слова есть о том, что у Бога одна церковь и много лжецерквей. Вот поэтому И в общем вы поговорили с пресвитерами, с пасторами церкви и что они сказали, что они не приняли то, что открыто вам было. Вы молились об этом, они не приняли, что дальше? Ну и дальше они посоветовали найти другую церковь и я с тех пор пошел посещать собрание в мессианскую общину. У нас в Житомире там есть мессианская община и вот там я до приезда в Америку посещал эту общину. Ну и собирались вы в какой день там? В субботу мессианские евреи это те, которые понимают субботу так как она есть. Закон Божий. Закон Божий. Десять заповедей и все. Иисуса Христа принимают. Но это в первую очередь. Это в первую очередь. Но это все. Остановка, да? И дальше движения нету. А душе, а бессмертии души там нету, о храме там никто ничего не знает. Ну не вникают в это. не вникают, но вы посещали до приезда сюда, в Соединенные Штаты. Вот. Но тем не менее у вас хоть была вот эта вот отдушина, да? Ну да. Вот та церковь мессианская община. И когда вы приехали сюда, что дальше было? А здесь вообще кошмар. Кошмар? Кошмар. Потому что, ну во-первых, языка не знаешь, раз. Во-вторых, огромнейшая страна, столица Калифорнии. Столько церквей здесь, Столько церквей, и все они, ну, протестантистского направления. А нашел общину мессианскую, ну, она очень такого синагогального служения, уклона. Ну. Ну, что-то и там не легло сердце, да? Ну, вы молитесь, вам ведь хочется, вы приехали сюда, вам хочется Богу поклоняться, да? я нашел небольшую общинку пятидесятники, которые чтут субботу, там побыл, привел туда жену, жена сказала, Боже, я туда не пойду. То есть жена не захотела, но и сердце не легло там, да? Нет, конечно. И вы молились, вы молились, что Бог открыл вам. дай же мне куда-то пойти, чтобы в этот день святой, чтобы я наполнялся миром, чтобы у меня все было по-другому. И вот однажды мой зять меньший говорит, я тебе дам одного пастыря субботника, Рома Цыганюк. Наш пастыря. он с ним знаком был, как-то они приезжали в это собрание адвентистское и там пели. И он говорит, ты такой хороший парень, такой соображающий, такой приятный и добрый. Говорю, хорошо, давай. И я пришел сюда и как раз попал на вечерю. Ага, на вечерю попал. Да. И я пришел и вот тут я почувствовал себя. Все мне подошло. Я на своем месте. Ну да, и проповедь, и все, все, все. Короче, все то, что надо. И самое главное, что ученичество. То есть учение, вот это вот учение, которое... Евреи, чем они отличаются от всех остальных? Это процесс ученичества. Начиная с понедельника и по пятницу целый день в синагоге проходит ученичество. Восемь утра начинается молитва, потом группки по два, по три человека изучают Писание, Талмуды. То есть они учатся. Они так, как написано у Матфея. Идите научите. И здесь в нашей церкви вы еще увидели субботняя школа. Здесь тоже ученичество. Вот именно, что здесь ученичество и особенно жене моей это подошло. Она учитель по профессии. ей это, что здесь внимание ученичеству придается и специальная литература подготавливается. это. И самое интересное в этом плане, что чувствуется еврейское такое направление. У евреев по всему миру в субботу читается и изучается одна тема, одна голова во всем мире. так же и здесь если тема урока в субботней школе она везде по всему миру. И поэтому здесь хорошо. То есть это легло вам на сердце, вы поблагодарили Бога. Ну да. Ну вот у меня вопрос к вам. Смотрите, вот вам открывается истина, вот даже с этим переездом сюда. Вот там вроде бы вы чуть-чуть успокоились в мессианской общине, да, потом приехали сюда, ищите, не можете найти. Вот какое-то было ли смятение, было ли какое-то вопросы Богу. Господи, я молюсь, почему ты мне не найдешь вот то место, где я могу тебе поклоняться. Были какие-то претензии в молитвах или были это просто какие-то мольбы о том, чтобы вот Господи, покажи мне, где я могу тебе поклоняться. Нет, претензий у меня нету никогда к Богу, потому что я понимаю, что не может быть претензий к тому, кто тебя любит безгранично. Но вопросы, как построить путь к истине, были. И я же говорю, что вот интернет очень много помог. и когда мы попали сюда, то я понял, что Бог направил меня в Америку для того, чтобы я нашел церковь. Да, понимаете? Свою церковь, можно сказать, свою церковь. я бы так не говорил свою, а Божью церковь. Нет, Божья она Божья, но то, что вам по сердцу, а в общем-то, Александр, разве это не наша церковь? Это и Божья церковь, но это и наша. Ну да, конечно. В таком плане да. И поэтому самое главное, что я, почему я в Америку приехал, я думаю, что это Бог привел для того, чтобы привезти меня в эту церковь. Потому что в Житомире, в Житомире у нас там есть три собрания адвентистских, но посещать их как-то было мне не очень, потому что очень много неправды говорится о наших церквях, что это и секта, и много чего. И знаете, это на подсознательном таком уровне какой-то тормоз был. Было препятствие. Но я все-таки перед отъездом посетил несколько раз адвентистскую церковь нашу, первую общину, с которой у меня сейчас очень тесные связи. И мне там дали попеть. Я там пел. Свои песни исполнили. Вот. И поэтому здесь ну как бы не было уже вот этого подсознания, что это какая-то секта, а когда я сюда пришел и начал изучать это все. Но здесь вообще такого нет. В обществе нет такого, что там где-то секта, где-то вот там. Здесь по-другому относятся немножечко к протестантским, вообще ко всем церквям. В культуре. В культуре будем говорить. У меня еще вопрос. Смотрите, вот вы говорите, вот вы же задавали Богу вопрос, вот Господи, ну как вот истина, вот открой мне тот путь. И я так понял, вы были уверены, что Бог вас слышит. Правда? Конечно. И что Он обязательно вас приведет и ведет и приведет. Да. Была уверенность такая? Слава Богу. Почему? Потому что общение с Богом. Как? Вот я среди ночи могу встать, взять фонарик, чтобы никого не будить и записать те слова, которые Бог положил. Положил, да. То есть Бог мне это дал и сказал, пользуйся этим. Поэтому я знаю, что Бог всегда рядом со мной. Да. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо большое, Александр, за этот опыт. Еще немножечко времени пройдет. Я вас попрошу помолиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу и придут во время этого эфира. Хорошо? Хорошо. Друзья, скажите, вам нравится путешествовать? Кому это может не понравиться, скажете вы? Если еще и с комфортом, то конечно. Ну а переезжать на новые места жительства? Ну одно дело, если это ваше желание или ваш выбор поехать на другое место получше. А вот если вам нужно переехать, потому что кто-то за вас так решил, при этом вы вынуждены оставить всех друзей, родственников, бизнес-связи. Вам понравятся такие переезды? Вы наверное догадываетесь, о ком из библейских героев мне сейчас хочется сказать. Да, об отце всех верующих Аврааме. Библия, конечно, скудно описывает жизнь и переезды Авраама. Много раз он переезжал как кочевник с места на место, где лучше жить и вести бизнес. Но ведь было в его жизни и такое. Например, книги «Бытие» и мы читаем в 12 главе Бог обращается к нему и сказал Господь Аврааму «Оставь страну свою, родственников своих, дом отца своего и иди в землю, которую я укажу тебе». Да, жизнь Авраама была разная. И, думаете, Моисей записал все случаи, когда Бог повелевал Аврааму, как написано в послании к евреям, пойти туда не знаю куда. Не знаю куда. Как бы там ни было, но каждый переезд, каждая встреча Авраама с Богом, во-первых, обогащала его новым опытом, во-вторых, делал его сильнее в вере и, конечно же, подготавливал к самому важному испытанию в его жизни. Знаете, друзья, слушая нашего гостя Александра, мне пришла мысль, что вот в своем духовном опыте наш гость тоже, можно сказать, если можно так сказать, очень много сделал переездов в поиске истины. Он много молился и чувствовал, что Бог слышит его и ведет его по жизни. Но, друзья, а как быть тем, кто житейскими проблемами загнан в угол, молится, но Бог молчит? И многие живут, не видя выхода из тупика. Давайте вернемся снова к Аврааму. Помните его самое главное испытание? Это записано в 22 главе. И Бог сказал, возьми своего сына, единственного своего, любимого тобою Исаака, и иди с ним в землю моря, принеси его там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе. Думаете, Авраам понимал, что происходит? Думаете, он не молился? Да он не просто молился. Мне кажется, он вопил к Богу, не понимая, что происходит, и что от него требуется, почему от него это требуется. Ничего не сказав Саре, Авраам взял с собой Исаака и пошел исполнять повеление Всевышнего. Да, путь к горе моря был мучительным. И знаете, в книге Патриархии и пророки я выписал такие слова. В то время, как сын и молодые слуги спали, это во время движения по пути, Авраам провел целую ночь в молитве, все еще надеясь, что появится небесный вестник и скажет, что испытание окончено и что юноша невредимым может возвратиться к матери. Но его измученной душе не было послано никакого облегчения. Еще один долгий день, еще одна ночь смиренной молитвы. Я думаю, три ночи Авраам практически не спал. Авраам в тупике, а Бог молчит. Что помогло Аврааму перенести это испытание? Может пережитые опыты веры в прошлом? Может быть обетования, которые он получил от Бога? А может и постоянные искренние молитвы? Слушайте, друзья, но ведь у нас все это есть. Вдобавок ко всему у нас есть Его Слово Библия. И может быть когда нам кажется, что мы в тупике, может стоит всем этим воспользоваться? Я уверен, как Бог вел Авраама и как он вел нашего гостя Александра, так он поведет и нас. Ведь он наш любящий Папа и для него нет тупиков. А вы что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы и сможете еще прочесть их в конце. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим молитвенные группы и будем молиться о них и покажем в следующем выпуске. Ну а сейчас я хочу попросить нашего гостя Александра помолитесь пожалуйста о всех тех молитвах, которые пришли к нам на передачу, которые может быть еще так сказать на пути, но ведь Бог знает, Бог знает каждую молитву. Пожалуйста, помолитесь. Очень многие болеют, переживают за своих родных и близких. Сейчас очень многие в зависимостях и родственники молят, чтобы Господь освободил их от этих зависимостей. Ну и конечно же сейчас такая напряженная ситуация. Война в Украине, война в Израиле. Столько погибло невинных людей там, детей, женщин. Помолитесь пожалуйста о всех этих просьбах и о том, чтобы быстрее закончились эти конфликты, чтобы Бог защитил свой народ. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь, Владыка и Творец миров. Тебе хвала и благодарение за день субботний, который Ты открыл мне. Спасибо Тебе за Твою любовь и милость, которую Ты проявляешь постоянно к детям своим. И сегодня прошу Тебя о тех нужных просьбах и молитвах, которые пришли, придут на эту передачу. Я верю в то, что Ты все знаешь и на каждую молитву дашь свой ответ. Он может быть и да, и нет, и мы должны это все принимать и благодарить за то, что Ты есть у нас. И сейчас прошу Тебя о тех смутных событиях, которые происходят как в Украине, так и в Израиле. Война. Останови это кровопролитие и гряди, Господь, потому что чаша беззаконий наполнена, мне кажется, до краю. Гряди, Господь, Тебе хвала и благодарение Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Спасибо большое, Александр, за молитву и за тот опыт, и за те уроки, с которыми вы поделились с нами, с нашими зрителями. Слава Богу! Пусть Господь вас благословит, вашу семью и ваше служение, которое вы несете в церкви. Божьих вам благословений! Спасибо! Взаимно! Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и вам за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит и благословит каждого из вас. Продолжение следует... Продолжение следует...